Ребят, сегодня я хочу поделиться с вами такой маленькой приятной вещью, которая называется человеческие отношения. Дело в том, что все утро меня не было дома, я уезжал сегодня по делам, а наша домработница в это время у нас убиралась. Посмотрите, как чисто и красиво она все делает одним веником и тряпкой. Когда я уходил из дома, я спросил, сможет ли она мне помочь разобраться с травой, которую я вчера купил в супермаркете. Если помните, я купил какой-то неподятный куст, который кто-то написал, что это базилик, кто-то сказал, что это шпинат. И она сказала, да, это как бы такой местный шпинат, то есть и шпинат, и не шпинат, и его обязательно нужно готовить. То есть в сыром виде его есть нельзя. И я сказал, вы могли бы мне его приготовить, потому что я не знаю, как это правильно делается, меня сейчас дома не будет, а как раз я приду, смогу им пообедать. И она сказала, да, конечно, я вам приготовлю, я знаю рецепт. И вы посмотрите, я захожу на кухню, во-первых, какая чистота после нашей вчерашней готовки с Эвеллией. И посмотрите, ребят, стоит 4 кастрюли. Я подхожу, в одной кастрюле она приготовила рис, в другой кастрюле она приготовила местную капусту. Помните, вот капусту, которую Эвеллия примеряла и говорила, что похожа на ее голову. В третьей чашке она приготовила тунец. То есть она нашла консервы, взяла на себя, так сказать, инициативу, приготовила тунца из банки с помидорами, с какой-то зеленью. Все это в какой-то подливе. Наверное, это все очень вкусно. И вот этот шпинат, конечно, из большого куста, который мы с вами купили, не так уж много. Я уже, конечно, себе отложил это все в тарелку, но по сути не так много получилось. Вот давайте сейчас будем все это тестировать. Мне интересно, что же в итоге получится. А здесь, получается, вот она взяла этот тунец, видите, и сделала вкуснейшую еду. Сейчас будем все пробовать. Я уже наложил себе все в тарелку и в предвкушении того, что же получилось. Вот так вот я себе это все украсил, поставил. Вот такой вот вкуснейший индийский полноценный обед. Ну, не знаю, можно ли его назвать индийским, но давайте сейчас все будем пробовать. Вот тунца мне интересно попробовать. Я его ем обычно просто с банки, а тут она, видите, с помидорчиками сделала. Вот я уже зеленью посыпал. Наверное, это все очень вкусно. Единственный момент, который немного меня смутил и огорчил, это то, что она не хочет никогда со мной садиться за стол. Я не знаю, в чем проявляется такое отношение. Либо она просто держит дистанцию, да, и понимает, что я работодатель, а она наемный работник, и не стоит нам вместе кушать или вместе чай пить. Я всегда ей говорю, и во время ее уборки, если я дома нахожусь, но я стараюсь уходить всегда, вот когда мы с ней пересекаемся, я всегда говорю, давайте чай вместе попьем, давайте что-нибудь покушаем. Вот она сегодня приготовила такую шикарную еду, я говорю, давайте вместе прям садимся сейчас и кушаю. Она говорит, нет, вы кушайте, а я пойду потихоньку домой. Я говорю, давайте посидим, поедим, спокойно пообщаемся хотя бы. Ну, мне тоже интересно узнать, как там у нее дела, как внучка. Она говорит, нет, к сожалению, я вот не могу. И самое интересное, я вам рассказывала, да, когда я у нее был в гостях, они тоже со мной не садились за стол. То есть я сидел с детьми, а они как бы до этого поели уже и сказали, что мы с семьей уже покушали. Так что давайте тестировать, друзья. Обалдеть, обалдеть. Это очень вкусно. Тунец с луком, с помидором. Не знаю, как уж она его варила или тушила, он теплый. Это очень вкусно. Давайте шпинат попробуем. Офигеть. Шпинат. Ну, на самом деле, на шпинат это не похоже. Но очень вкусно. Никогда бы не ожидал, что вот такая трава. Ну, видимо, она с чесночком, с ручком. Какая-то специя там еще есть. И вот давайте вот эту капусту попробуем. Это местная капуста, которую нужно очень долго варить. Два часа. Больше похоже на картошка-капуста. Интересное сочетание тоже. Интересный вкус. Слушайте, ну, мне все нравится. Такой, знаете, легкий, полноценный обед. Я прям в восторге. Ну, а вы, друзья, напишите в комментариях, почему она не хочет со мной сядиться за стол. Ну, не только со мной, и с нами. Когда мы полноценной семьей тоже предлагали, она никогда с нами не садилась. Хотя, вот пока она здесь была, я наложил вот это себе все в тарелку. Она пока еще ходила всю домовала, дотирала. Я не могу есть. Вот я не знаю. Я вот такой человек, что я не могу. Я чувствую себя каким-то сразу, ну, другим, отличным от нее. Да, я не хочу этого. Я просто обычный простой человек. Если мы садимся, вместе садимся. Если мы общаемся, то мы на равных общаемся. У меня нет такого, знаете, что, ой, ты меня тут убираешь, а я, типа, тут хозяин твой. Вообще такого нет. Вот, поэтому мне прям, я даже не смог при ней начать кушать. Вот, так что, вот такое вот отношение, друзья. Конечно, приятно. Очень приятно, что человек и ценит, как-то, наверное, да, и благодарен за нашу свою поддержку, за помощь. Вот, так что давайте просто по жизни быть нормальными, хорошими и добрыми людьми. Сейчас я обязательно напишу смс-ку и скажу, что это просто обалденно. Я вообще очень редко ем рис, макароны вообще не ем, потому что считаю, что это такая пища вся, ну, чуть пустоватая, да, то есть, бессмысленная. Но вот это я прям на неделю себе растянул. Ммм, очень вкусно, очень. Все-таки умею тут готовить. Друзья, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки и не забывайте слушать мои песни на Spotify.